Когда на небольшой российский город приходится сразу несколько воров в законе, это со временем вызывает серьезную конкуренцию между криминальными генералами, зачастую переходящую в военные действия между криминальными бригадами. Исключение составляют большие города, где законникам есть место, чтобы развернуть свою деятельность, не мешая коллегам по цеху. Так и в Нижнем Новгороде одно время было сразу пять действующих воров в законе, Владимир Вагин, Вагон, Игорь Новиков, Новик, Владислав Леонтьев, Вадик Белый, Сергей Рожжевин, Сека, и Сергей Бондаренко, Утенок. Последний являлся самым молодым из местных законников. Говорят, что Бондаренко был очень дерзок, и пользовался нехорошей славой беспредельщика. Жизнь до воровской короны родился будущий криминальный авторитет далеко от Нижнего Новгорода, в городе Ухта. Жизнь в семье особо не интересовала его, и Бондаренко уже в 16 лет уходит из дома под крыло местных авторитетов. Те наделили молодого бандита полномочиями по сбору денег с подконтрольных инкоммерсантов. Учитывая крутой нрав, Бондаренко не раз вступал в конфликт с бизнесменами, однако это не мешало приносить в воровской общак необходимые суммы. Возможно из-за этого старые авторитеты терпели выходки молодого и заношевого рэкетира. Именно на тот момент приходится знакомство Сергея Бондаренко с такими воровскими авторитетами из Нижнего Новгорода, как Олег Тулупов, Тулуп, и Владимир Вагин. Последний предложил Бондаренко переехать в Нижний и примкнуть к его бригаде. Однако парень отказался от предложения, и вместо Нижнего Новгорода отправился в Москву. Здесь у него уже были связи, и Сергей попадает в окружение известного вора Шакры Молодого. В его бригаде он значился водителем, возил одного из московских законников. Работа была не пыльной, подвести авторитета на дружескую встречу, либо забраться разборки. В итоге Бондаренко понял, что в столице ему не подняться до криминальных высот, оставаясь все время в качестве работника у мафиози. Это амбициозного молодого человека не устраивало. Тут он и вспомнил о предложении вагона влиться в его бригаду. Поэтому уже вскоре Сергей паковал чемодан, чтобы отбыть в Нижний Новгород. Здесь он появился в 1998 году. Надо отметить, что нижегородский криминалитет был уже наслышан о Бондаренко, как о человеке чуть ли не самого Шакра. Поэтому ему легко было войти в местный криминальный мир. Сергея зачастую можно было встретить в обществе нижегородских авторитетов. Но сам он отдавал предпочтение таким криминальным лидерам, как Вагин и Тулупов. Если первый был признанным вором в законе, то второй только примерял на себя лавры положенца. Но получить долгожданный титул Тулуп так и не успел. Сперва в 1998 году киллер убивает сподвижника Тулупова, Владимира Акулова, прямо в автомобиле, восемь раз выстрелив в него через лобовое стекло. А в июне 1999 года и Олега Тулупова убивают в собственном автомобиле. Ему только исполнилось 1932 года. Тулуп в первом часу ночи возвращался домой вместе с подругой. До этого он засиделся в казино, где игра не пошла. Проезжая мимо Синной площади, машина притормозила, когда из-под фонаря выбежал наемный убийца с пистолетом Макарова. Две пули выпущенные киллером, по поле в положенце, убив его на месте, еще одна досталась его подруге, которая в дальнейшем скончается в реанимации. Как говорили источники, к этому убийству мог быть причастен и Бондаренко, вошедший в доверие к уголовному авторитету. А убийство было выгодно группировке, в которой Сергей состоял как один из активных участников. Еще более странным выглядит то, что уже через месяц 21-летнего Сергея Бондаренко по протекции вагона коронуют воры в законе. Однако по другим данным, в области действовала бригада, которые перешли дорогу Владимира Кулафа-Лекту Лупов. Поэтому их и устранили. А затем эта группировка принялась следить из-за Бондаренко, так как молодой лидер помешал захватить намеченные лидерами точки, взяв под свой контроль бизнесменов, оставшихся без тулуповской крыши. Вор в законе Утенок. Коронация Утенка прошла в Краснодаре. Никто не высказался против его кандидатуры, несмотря на молодость и те слухи, которые ходили о Бондаренко как о беспредельщике. По некоторым данным, вагон постарался, чтобы его протяжи был принят в воровскую семью, так как ему требовались на Нижегородской земле свои люди в виде коронованных воров, чтобы составить конкуренцию действующим в Нижнем Новгороде законникам. В итоге так и получилось. Московские воры определили Утенка в помощники к вагону, когда потребовалось разобраться с молодыми взорвавшими с авторитетами, Аликой и Гамлитом. Бондаренко привез в Нижний свою сожительницу и снял квартиру, готовясь к разборкам. Но перед этим он и сам вновь отметился в беспределе. Отмечая майские праздники, молодой законник устроил драку с охранником ночного клуба «Рока», который отказался пускать его в заведение бесплатно. Видимо вор думал, что имея авторитет в городе, может беспрепятственно посещать любые места. Но все оказалось не так. Бондаренко задержали, инкриминируя 213 статью «Хулиганство». Однако уже через трое суток Утенка по распоряжению Нижегородской прокуратуры выпустили на свободу. Но на разборки с Аликой Гамлитом, он так и не попал. Убийство Утенка в ночь на 22 июня 2000 года Сергей Бондаренко отдыхал вместе со знакомыми в ночном клубе «Пикассо». Компания засиделась, и в четвертом часу утра вор в законе попросил товарищей подвезти его на квартиру к подруге. Те не отказали, и на своем 600-м Мерседесе привезли молодого авторитета по указанному адресу. Один из парней остался за рулем, а второй решил сопроводить Утенка к квартире. Уже в подъезде оказалось, что лифт не работает, и парни пошли по лестничному маршу пешком. На площадке между вторым и третьим этажом появился парень в темных очках с пистолетом Макарова в руке. Он принялся стрелять в идущего впереди Утенка. Тот повалился назад, где приятель смог подхватить раненого друга и вытащить из-под обстрела на улицу. Киллер выбежал за ними и продолжил стрелять в Бондаренко. Тот был в белой рубашке, из-за чего в темноте его силуэт явно выделялся, помогая убийце определить место цели. Когда киллер скрылся, вор в законе был уже мертв. Похороны Сергея Бондаренко прошли в Нижнем Новгороде. Чтобы проститься с 22-летним вором, приехали лидеры группировок из Москвы, Ивановской области, Республики Коми и конечно же местные авторитеты. Большой дубовый гроб с телом покойного простоял в церкви целые сутки, после чего Сергея Бондаренко отпели, и траурная процессия двинулась на Нагулинское кладбище в автозаводском районе, где покоятся многие криминальные лидеры. Могила Утенка расположилась между могилами его друга Олега Тулупова и правой рукой вагона, погибшим в ДТП, душманом. После убийства Утенка, Нижегородскую область захолестнула волна заказных убийств авторитетов и воров в законе. Возможно правы были те, кто говорил, что в области действует банда, целью которой становились исключительно уголовные авторитеты. Что касается убийства Бондаренко, то по прошествии нескольких лет задерживали людей, которых считали причастными к этому делу. Однако следствию так и не удалось доказать их вины. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.